Главный или один из основных информационных поводов это то, что сегодня политические партии регистрируются в Центр избирательной. Но жили бы мы в нормальном государстве, вернее у нас государство нормально, у нас ненормальные люди к тому же руководят. Из-за этого мы не могли сегодня быть вместе с ними при подаче документов, потому что последние трое суток устроен серьезнейший террор в наш адрес, в адрес наших активистов. Даже сегодня утром, то есть так как мы вчера повестили все СМИ о том, что планируется эта пресс-конференция, очень многие люди сегодня до нее не доехали. То есть там в прямом смысле запугиваются люди, им угрожают. Начинают звучать фразы, что вам дал усатый за вступление в партию, а зачем? Вы вступили в эту партию и вообще перестаньте с ними разговаривать. И эти угрозы дошли до думы, то не смешно, что люди начали менять свои телефоны. Многие из них звонят, говорят, извините, мы с вами, но как бы вы нам больше не звоните. Значит, сегодня я неоднократно упоминал одного негодяя по фамилии Кавкалюк, который стал заместителем начальника полиции Молдавии. Значит, новый руководитель дирекции операционной печали Олег Посадович. И также у нас уже, если я не ошибаюсь, вовлечены даже руководители районных отделений полиции. Значит, я не понимаю сегодня, когда кто-то выступает, рассказывает про реформы в мистиции, в юстиции, про реформы в силовых структурах. У нас вообще-то дирекция операционной печали, это должно быть самым секретным подразделением МВД, которое выполняет все самые сложные и опасные задачи. Вот вопрос, представьте себе, до чего дошла сегодня ситуация в стране, до чего они у нас сегодня боятся, что сегодня половина из этих людей, а штат у них, согласно новой реформе, превышает уже 100 человек. То есть раньше они жаловали, что они не могут качественно работать, людей не хватает. Вот им увеличат. Я сегодня уже устал наблюдать за тем, что такой же негодяй, как и Кавкалюк, только по фамилии Филат, превратил в МВД структуру, которая решает его личные вопросы. Я сегодня обращаюсь ко всем работникам полиции, ко всем работникам силовых структур, в том числе, я имею в виду, работников прокуратуры, СИБ. Быть очень внимательными к тому, что они делают сегодня, потому что сразу после выборов все те средства, потому что ведь все эти фокусы, которыми они занимаются в районах, как вы понимаете, сегодня это деньги молдавских налогоплательщиков. За каждую незаконную операцию, за каждую незаконную акцию, все эти запугивания, они ответят по закону. Мы не будем после выборов фабриковать дела так, как они делают это сегодня. Они за это ответят. Причем отвечать будут по всей строгости закона. Прошу работников полиции вспомнить, как их слили многих после 7 апреля. Многие из них сегодня находятся в розыске, потому что, ну, просто кто им кое-что обещал. Сегодня эти люди находятся, многие из них находятся вдали от своих детей, семей. Я обращаюсь сегодня к экономическим агентам, которые сегодня уже практически на стадии завершения обсуждения находятся с Филатом Меричаном по поводу приватизации спортивного клуба «Динамо». Я поднимал уже этот вопрос СМИ, и чтобы вы знали, уже есть распоряжение, не помню фамилию, я постараюсь сегодня в фейсбуке его опубликовать. Руководитель спортивного клуба «Динамо» МВД там уже, в принципе, работникам сказал, ищите себе работу, потому что на месте спортивного клуба «Динамо» скоро начнется строительство торгового комплекса элитного жилья. Потому что была сегодня ситуация провести эту сделку в 2015 году, но так как Филат не уверен, будет он частью коалиции в 2015 году или нет, в общем, решили приватизировать сегодня, чтобы было наверняка. Я сегодня обращаюсь к господину Пассату, это новый руководитель, это человек Кавкалюка, который сегодня является руководителем дирекции операции «Инспечали». Я сегодня обращаюсь к Лильяну, не помню фамилию, там был скромный парень, но так как он куматору речена, стал у нас начальником экономической полиции в Молдаве совсем недавно. То есть человек, который отвечает сегодня... Да, Карбет, совершенно верно. Который сегодня отвечает за сбор всех средств со всей страны, а это сегодня обналичка, причем неважно чего и неважно откуда. Это сегодня контрабанда, и это сегодня, как я называю это иногда, шутку обелечивания молдавских бизнесменов от юга до севера. Ребят, вы все сядете в тюрьму, и Пассат, и Речан, Кавкалюк, на тему рыжих я уже свое мнение высказывал в свое время. Просто мы будем после выборов вас всех закрывать в самое маленькое помещение, которое мы найдем в Молдавии. И поверь мне, товарищ Кавкалюк, вместе с Речаном, неважно, кто там из них будет кальянщиком, кто там у них будет отвечать за пищу на тюрьме. Но репрессия, это мягко сказано. Я вам напомню, что такое Лаврентий Павлович Берия, и что такое Андропов и не только. Потому что сегодня, вот люди, вы видите, в процессе моего выступления подходят ребята, присаживаются, это люди приедут из районов, которые прошли через то, что я сказал. Поэтому я думаю, что лучше они об этом расскажут сами, чтобы был первоисточник. То есть можно, представляетесь, Марьяна, и коротко там. Я говорю, Марьяна Ротару, я руководитель Рема Таусат, Ланиней Ной. И мы были в тюрьме, не только три дня. Суббота трех, я называю Суббота Негрой. Потому что всю зиму я стояла на телефон, где мне сказали, что они сказали, что они не говорили. Она разничала. Я не могу сказать, что вы не сможете задать вопросы. Это было в том, что у меня была женщина, которая звонила, и ей сказали, что если ты не уходишь, мы будем вырабатывать, чтобы вы не уходим. Она была 20 лет, не уходила, и она сказала, что не было. Я не получал ничего. Я сказала, что я написала, что я принесла, и я уверен, что я принесла. Она сказала, что у меня не волнуйся, потому что это правило, И это не только для того, чтобы не было права, но и не было права. Допустим, у них были сомнители, кто-то сидит в доме и плывал, что они приходят в доме, что они приходят в доме, потому что у них есть машины. У них также были сомнители. Один из них был горе Виктор, из Кобуска, который был премьер, где они позволят сперить мир, и люди всегда сперят. Потому что сегодня, когда я проведу дискуссии с Дэнши, они сказали, что мы не оставим их, и они являются авокации, которые позволят им им иметь интересы, и они не будут фрикосы. В общем, сегодня, 5 минуты, когда мы спросили, когда мы спросили, они сказали, что они были очень сперяты, и они снова звонили, и они не смогут сперти, потому что, в рамках, пока они не дадутся, что они были очень сперяты, когда они спрашивали, они должны только спросить, когда они спрашивали, что они не смогут сперти, и они спросили, кто вы отправили в партнер, это все вопросы, которые не нужно, чтобы вы отправили в полицию. Кто вы отправили, почему вы пришли здесь, и это такое. В моменте, у нас есть люди, которые очень сперяты, и они не смогут вернуться. Вот. этим человеком, который был под Богом, который был познаком, у нас есть жертвы, которая была с днем, и она была сечен, и он был, и ищущая. Эта была седта, и она проводила, что я бы хотела сестить, чтобы посмотреть, и у меня смогут ответить, что выйдут решительные. Их не мог бы только военные вопросы, и такие ответы, но и у меня еще поднимут решения. Продолжение следует... 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 уже в Минерию в Минерию и в Минерию, и они уже уничтожены в Минерию и уничтожены. Итак, в реальность, в реальность, будет местом deserves на Миндерин и украинского гаузы". На второй. Давайте, Вдруга. Что вы делаете Миндерин? Бин, развиваешь гаузу, видишь от этого, выв学а в суде и вырезанная гауза в концу Риматору САП. которые находились на Париже Ренат Усат. Дин вопрос, я вижу эту percepción, что мы видим, в праведности коротких декоративных обостров, но, дорогие мои, в один контекст, вижу использование по правоценной ситуации и в праведности, follow-up праведности, то есть возможность, которая, это позволяет иметь, потому что, как пица, ведь эта адират на Париже Ренат Усат, и дай-дай, при седании, как говорится, с характером интимировании, обращающей ответственности. У них и есть вопросы, мать, что это то есть? Думаю, что это такое? И еще и другие ответы, которые, если они не понимают, которые, они не имеют ничего в том, с конституционного и депутат, конституционного, и, допустим, депутат привязывающего общества, для опыравления древности и депутат С mettre наиболее и т.е. мы имеем в предыдущатся в Бречене, и в Калараш. Прикум к... ...ким тебя-облигает? Т.е. ...в собраться прознение. И, вау... ...вы сказали, что, ...синтересная оттенция, ...динтимидание, ...де, а, ... вии, ...вы, ...вы, ...вы отдачу, ...овы, ...вы, 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ни не существует ни в Büro. Ни существует никакого человека этого!.. Да и не живут ни в дни. Один говорит, но не сразу не был застав. Ниisses у них не делать перчезиции. Ни самое страшное, ни с помощью того, для других. Это и свидетельство, что следует посещание diffuse, которые будут приходить, чтобы делать перчезиции, чтобы выставить данные ситуации, чтобы задать вопрос о том, что они не Chan... …или были tahun, в сайтаху, когда у кого-то из-за товара на улице, один полицейский, Продолжение следует... 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 Два раза меньше зимой за отопление. То есть пусть они покажут сначала максимально, что Ренат усатый бандит, а потом я покажу некоторые документы, фото, аудио, видео, там у меня все в порядке. И мы посмотрим, как Владимир Васильевич Филат все это прокомментирует. Неужели человек, которого они пытаются сегодня сделать бандитом, связать меня с какими-то ОПГ, имел влияние на определенные ситуации в Молдавии в течение последних пяти лет? Нет, идет в общем море сюрпризов, пусть они двигаются по этой линии, я все равно буду бороться с преступностью. Я же этого делал, будучи бизнесменом в Российской Федерации, как вы понимаете. У меня не было официальной должности в Молдавии. Но когда ребята выходили, послушайте, вот ситуация, надо локализовать, помочь, установить. Вот установочные данные, группа выезжает с коллегами, переговорить, организовать совместную группу для быстрого ареста. И самое главное, что очень многие работники полиции, они сегодня при должности, я имею в виду, которые участвовали со мной в этих операциях. И с поимкой такого же Горбунцова нет, вот устраивают они. Это видео, которое в интернете, где я с этим негодяем с Лондона разговариваю в скайпе, где предлагаю ему решить за 50 тысяч долларов вопрос. Ребята, я похож на человека, которому нужны 50 тысяч долларов, как заработок, решить вопрос Горбунцова. Я с ним говорил о всем угодно, а за компьютером стояло несколько работников полиции, которые сегодня действующие. Я об этом говорил, это и представитель полиции Израиля, и представитель полиции Баварии в Германии, молдавские полицейские, которым сегодня говорят. Я говорю, ребята, идемте на пресс-конференцию, расскажем ситуацию, ну как оно все было, в чем Мусат участвовал, в чем содействовал и так далее касается. Она говорит, Ренат, ты понимаешь, ты должен на завтра всех взять к себе на работу, потому что после выхода с тобой на совместную пресс-конференцию нам в МВД делать нечего. Ну, я говорю, окей. Некоторые просто говорят, Ренат, извини, там, власть меняется, но ничего страшного. Самое главное, времени ждать не так много. Я понимаю, что сегодня главная задача выжить после ареста этого товарища. Я понимаю, что может быть другая провокация. Я вынужден в ближайшие дни приезжать капсула Мерседес, бронированная машина. Я понимаю, что буду, я уже после ареста этого человека ограничил себя в определенных действиях. Я не понимаю сейчас, как я буду встречаться с людьми в районах, со многими. Ну, потому что, как бы, войти в историю Молдавии героем, которым мы там попали в голову, там, неважно, со снайперской винтовки или с близкого расстояния, ну, как-то, ну, не самый хороший финал сегодня для всех тех планов, которые у меня есть на ближайшие дни. Последний вопрос. Насколько мне известно, в понедельник подаете документы, да? Скажите, как вы думаете, какова вероятность того, что вас могут снять с подвыборную область? Ну, еще раз говорю, Филат эту задачу ставит ежедневно. Пока решение этой проблемы, их представители решения, то есть возможности, как это сделать, пока они ее еще не нашли. Ну, поймите, этого никогда в стране раньше не было, и людям ставятся, в принципе, ну, серьезнейшие задачи. Все ждут, что сейчас у усатого, там, пойдет какое-то финансирование, я имею в виду, и за пределы, да? Извини, то есть все думают, что вот русский сейчас отправят, все деньги у нас молдавские, деньги все предкрепят, каждому, каждой сумме, маленьким, большим, есть документ, то есть человек заплатил налоги с этих денег, то есть у нас там все как в аптеке, и самое главное, что они считают, что нам не хватит этого лимита, там сегодня говорят, что будет около 30 миллионов лей, чтобы вписаться в предвыборную кампанию. Я вам скажу, что выбор у нас будет стоить намного дешевле, потому что у нас, к сожалению, я не могу заниматься благотворительностью эти два месяца, потому что это могут зафиксировать, и партию снимут тогда с участием, что прямой подкуп избирателей и так далее, поэтому я людям сказал, что все возобновляем с 1 декабря, сегодня столько. Сегодня денег на газеты, на несколько роликов на ТВ, я когда посмотрел на ролики телевизионные, сколько они стоят сегодня, 6 тысяч евро прайм, 4 тысячи журнал и так далее, минута. Послушайте, лучше эти деньги тихонечко сделаю там какой-то фонд, потому что сегодня, вы понимаете, если идти нормально, согласно тем минутам, которые можно иметь каждый день, то это надо потратить несколько миллионов евро на телевидение. Какой смысл? Я лучше эти деньги оставлю, потом 4 года народ будет видеть подряд в районах Стаса Михайловна, Сфею Ротару, Валерию Милатой, Левсу. И это хватит, поверьте мне, я правильно говорю, это хватит до следующих выборов в 2018 году этих денег, лишь бы не платить сегодня на телеканалы. Несколько роликов минимально сделаю там. Сегодня они делают ролики разные, там, один протягивает руку в пропасть падающим Молдаванем, ну, второй спасает там целое село и так далее, ну, послышься. К тому же это еще очень дорого, делать такой ролик профессионально, это серьезный день. Я, как и говорил, у меня нет пиарщиков, политехнологов, у меня есть свое мнение на эту ситуацию. У меня будет один-единственный ролик, может, два, где коротко я быстренько все разложу и минимально его покажу, там, последние несколько недель, не пойду я платить такие деньги. Причем еще кому платить, вы же знаете, чьи эти телеканалы, и сегодня давайте еще своими, то есть, фактически, если они в предвыборной кампании будут прогонять деньги из одного кармана в другое, то сегодня я фактически должен давать им деньги на патроны против нас. Ну, это уже перебор. Так, мне нравится идея. Некоторые телевидения сегодня, они находятся в одном здании, в том можно национализировать, все находится в одном месте, не надо, как бы, собирать по городу, там, журналистов много есть хороших, которым дать только сегодня свободу, и они такое расскажут, даже про своих нынешних патронов, вы это прекрасно знаете. Сегодня, к сожалению, работает большинство полукатки. Ничего себе, Лен, сейчас будет порядка, не перебирать, мы поменим. Все, ребят, спасибо, извините, если мы вам надоели, но ситуация такая, что без вас мы не можем. Да, все, мне сочетаю, люди, спасибо.